Здравствуйте! В эфире программа «Семь минут». В Рязани открылась межкультурное кафе. Об этом необычном проекте мы поговорим сегодня с Еленой Шишкиной, специалистом Центра молодежных и международных проектов ИРГУ имени Сергея Есенина. Здравствуйте! Расскажите, как было создано кафе и зачем? Вообще идея создать такое кафе пришла мне, когда я вернулась из обучения за рубежом. Там у нас были такие подобные кафе для всех студентов из других стран. То есть каждый представитель из других стран мог представить свою страну, рассказать о культуре, приготовить блюдо национальной кухни, в общем, поделиться чем-то своим родным и дорогим с другими студентами, сотрудниками вузов. Поэтому я решила создать некое подобие такого проекта здесь у нас в Рязани на базе университета Рязанского. Расскажите, а какие страны участвуют? Стран очень много. В этом году в ИРГУ имени Есенина присутствуют представители около 12 стран. Вот уже прошло межкультурное кафе Армении. Еще будут ребята на этой неделе из Китая, потом будет Туркменистан, Италия, Япония, Испания, Молдова и еще несколько. Каким образом проходят встречи? Встреча состоит из презентации. Это образовательный компонент. То есть все присутствующие могут познакомиться с культурой страны, представляемой, через презентацию. Там существует рассказ о культуре, о традициях, о достопримечательностях. То есть все, чем гордятся студенты иностранные наши. Затем они представляют какой-то культурный номер творческий. Например, в армянском кафе это были танцы. И затем все зрители приглашаются дегустировать блюда национальной кухни. Расскажите поподробнее, как прошла встреча с Арменией? С Арменией было немножко сложно, потому что это был самый первый наш проект. Поэтому подготовка велась усиленная, но все получилось достаточно хорошо. Ребята сами были рады поучаствовать. Уже строят планы на будущие совместные проекты вместе с нами. Как я сказала, это была презентация интересная. Мы включали много национальной музыки армянской. Девушки из Армении представили танец. Танец невесты, то есть это традиционные танцы. Было очень интересно смотреть в национальных костюмах. Затем мы проводили викторину по материалам той презентации, которую только что просмотрели зрители. И самые активные, кто запомнил какую-то информацию, они получали небольшие призы. И в итоге все приглашались дегустируя блюда национальной кухни. Целых три блюда – шашлык, долма и хашлама. Все было очень вкусно и в таком национальном стиле. Где можно посмотреть всю информацию? Вся информация на сайте РГУ имени Сенина. Мы вывешиваем как анонсы предстоящих мероприятий, так и пресс-релизы уже прошедших. Что станет итогом проекта? В итоге, я думаю, мы проведем единый фестиваль культур, который будет называться «Гражданин мира», на котором будут присутствовать представители всех стран, которые прошли через наше межкультурное кафе. Также будут участвовать волонтеры, которые нам помогают в организации этих вечеров. И самые активные участники также будут награждены. Потому что на каждом кафе мы также проводим викторину страноведческую. И активные участники получают маленькие сувениры. А как можно попасть на такие встречи? И кто может попасть? В основном у нас приходят студенты Рязанского государственного университета, сотрудники нашего университета. Кафе проводится по пятницам. Время каждый раз разное. Но вот на этой неделе китайское кафе будет начинаться в 3 часа дня. Также приходили студенты из радиотехнического университета. Для этого нужно просто заранее нам позвонить, чтобы мы договорились о пропуске в университет. Вы победитель Всероссийского конкурса молодежных проектов. Расскажите, как вам удалось победить? Вообще идею мне подал мой руководитель Сильванов Александр Александрович. Сказал участвовать в этом конкурсе. Была подача заявки в декабре этого года. И, соответственно, было подано заявок около 12 тысяч со всей России. И 1350 заявок были одобрены. Из Рязанской области это порядка 20 заявок. Моя заявка оказалась одной из них. Межкультурное кафе я решила в нашем университете сделать. Потому что у нас довольно много иностранных студентов учатся. И не всегда у них бывает возможность поделиться своей страной. А когда ты находишься за рубежом, это особенно чувствуется принадлежность к своей стране, к своей культуре. Я думаю, что как студентам нашего университета российским, так и самим иностранным студентам будет очень интересно участвовать в подобном мероприятии и делиться своей культурой. В данном проекте приглашались к участию молодые люди со всей страны. То есть, как я сказала, с 18 до 35 лет могли любые представители Российской Федерации участвовать, подавать заявки. Конкурс проводился в один этап. То есть, подача заявки, и потом уже были оглашены результаты. То есть, может поучаствовать любой, не только студент. Да, любой. Если у нас появится какая-то идея, куда нужно будет обратиться? Вращайтесь в Центр международных молодежных проектов РГУ. У нас есть страничка ВКонтакте. На нее мы вешиваем всю самую актуальную, нужную информацию по различным возможностям, где могут принимать участие студенты. И я считаю, что главное сейчас это владеть информацией. То есть, человек получает информацию о проводящемся конкурсе, он подает заявку, и он выигрывает. Так что, наверное, нужно быть более внимательным к той информации, которую мы получаем из меня. Помимо межкультурного кафе, у вас еще есть разнообразные проекты. Расскажите о наиболее интересных. Есть много проектов в нашем Центре. Вообще, Центр молодежных международных проектов подразумевает под собой проекты молодежные. Например, у нас есть такие проекты, как «Арт-квадрат». Это федеральный проект Федерального агентства по делам молодежи. И здесь, в Рязани, мы его как бы продвигаем среди нашей молодежи. Вся творческая молодежь может участвовать. На данный момент у нас открыта выставка в РГУ имени Есенина. Выставка фотографий людей, которые занимаются искусством, творчеством. Затем они будут проводить также школу танцевальную, ребята из «Арт-квадрата». Помимо творчества, у нас есть проект «Беги за мной», где ребята, которые хотят включаться в здоровый образ жизни, принимают участие в наших мероприятиях. Например, на Новый год мы проводили новогодний забег на территории Рязанского Кремля, в котором приняли участие представители не только РГУ имени Есенина, но и студенты из других стран и из мед. университета. У нас также есть проект. Он всероссийский проект. Это всероссийский форум «Селигер», на который ежегодно представители Рязани и Рязанской области выезжают в качестве делегации. Наш центр будет курировать международную смену. Селиванов Александрович в прошлом году был руководителем всей международной смены форума «Селигер». И в этом году у нас будет сбор волонтеров, которые будут участвовать в этой международной смене этим летом. Также мы будем его проводить среди студентов Рязанского государственного университета и других университетов. То есть готовить студентов непосредственно к работе на этом форуме. И летом, я думаю, в июне будет проводиться этот тренд-спор. И уже в июле мы поедем на международную смену. Это в конце июля с 23 по 30 число. Какой у нас еще интересный проект? Еще интересный проект – это команда 2018. Мы сейчас работаем усиленно над этим проектом. Мы будем собирать команду спортивных волонтеров, которые будут уже в перспективе работать на чемпионате мира в 2018 году, который будет проводиться в России. Но все рассчитано в основном на студентов. В основном студенты, да. Но выпускники тоже с нами работают. То есть это, в первую очередь, молодежь. Молодежь – это молодые люди с 18 до 35 лет, скажем так. Так что и более взрослые люди тоже могут присоединяться. Расскажите поподробнее о проекте «Беги за мной». «Беги за мной» – очень интересный проект. Руководитель этого проекта – студентка факультета юриспруденции Софья Пилипенко. Она уже с нашей помощью организовала порядка трех мероприятий. Мы организовывали выезд студентов на мандариновый забег в Москву, на стадионе «Лужники» предновогодний. Также, как я сказала, был новогодний забег у нас на территории Кремля. 7 апреля, то есть через месяц уже, в День здоровья, мы проводим большой фестиваль в парке за филармонией в нашем городском. Там будет забег, концерт, угощения, фитнес-упражнения. Приглашаются все жители города Рязани. Спасибо, что к нам сегодня пришли. На этом наша программа подошла к концу. Хорошего вам настроения и удачи! Субтитры подогнал «Симон»!